Итоги Леднего Университета. Как правильно запатентовать изобретение? Новое небесное тело. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. Стартовал мультиформатный конкурс для школьников и студентов «Научная вселенная». К участию в нем приглашаются студенты КФУ и обучающиеся лицея Казанского университета. Конкурс состоит из нескольких этапов. Для начала участникам предстоит ответить на вопросы в онлайн-формате. Первые два испытания уже доступны на сайте научнаявселенная.рф. Свой результат участник сможет отслеживать в личном кабинете. Проект поддержан грантом Миноборнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Свою работу завершил и летний университет. Уникальный проект, реализованный в Казанском федеральном университете. Участники из более 30 стран поделились с нами своими впечатлениями. Турция, Египет, Куба, Иран. Это лишь небольшая часть списка стран, из которых приехали участники проекта «Летний университет». Практически месяц в столице Татарстана они знакомились с особенностями местной культуры, а также получали знания в самых передовых сферах. Программа подходит к концу, а это значит, что пришло время подвести итоги. «Летний университет» – это проект, основной целью которого является знакомство иностранной молодежи с потенциалом российского образования и налаживание личных контактов российских студентов с иностранными. Я подала заявку на эту программу. Я думаю, что эту программу отличает возможность познакомиться с русской культурой. И это, конечно, будет очень хорошая возможность, чтобы я улечить мой русский язык. И это было очень хорошо, потому что я познакомилась с многими друзьями здесь. Мне очень понравилось, это было то, что люди очень теплые, они очень хорошо тебя принимают, как иностранца. Они не думают, что вообще ты иностранка и не можно с тобой общаться. Они очень тепло принимают тебя. Всего в программе было представлено три блока – образовательный, культурный и проектный. В рамках последнего участники изучили основные аспекты генерации и проработки проектных идей. 13, 17, 20 июля, соответственно, были лекционные модули в малом зале Уникса на площадке «Знания». Был проектный такой семинар, тоже целый день мы работали в главном здании с ребятами, разделились на пять подгрупп. Весь поток 300 человек, работали каждый со своей проектной идеей. Кто-то уже приехал из дома со своими наработками, проводят они, к примеру, какие-то мероприятия социального или технологического направления. Кто-то генерировал это на ходу, компоновались команды с нуля, распределялись роли. То есть такая интересная для них проектная движуха. Отметим, что работы были сфокусированы на решении актуальных проблем, с которыми сами участники летнего университета когда-то столкнулись. Это коснулось и трудностей, связанных с обучением за рубежом. Адаптация студентов к международным вузам. То есть они делают онлайн-платформу, которая позволяет с психологической точки зрения, с юридической точки зрения, с трудоустройства, проживания, все в одном онлайн-комплексе, помочь ребятам, в том числе с привлечением посольств и международных миграционных служб, адаптироваться на новые территории. Такой достаточно полезный проект. Он с одной стороны айтишный, с другой стороны он такой социально ориентированный. Были и проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. К примеру, сервис аренды велосипедов по льготной цене. Помимо основной функции, он включает в себя и возможность выявления проблем в инфраструктуре. Любые моменты можно будет зафиксировать и загрузить в приложение. Есть проект, который связан с экологией в Тегеране. Интересно тоже, мы, живя в Казани, может быть, не до конца представляем, чем живут наши соседи. Когда это просто статистика, это одно, а когда ты получаешь прямую связь от ребят, которые помоложе, или, может быть, даже наши ровесники есть, которые показывают уже экспертизу изнутри, это очень дорогого стоит. Отметим, что уровень знания английского и русского языка у всех участников совершенно разный. Поэтому спикеры летнего университета адаптировали программу так, чтобы воспринимать образовательный материал было проще. Мне кажется, вот этот летний университет, он даже больше полезен не для приезжих, а полезен самому университету. Да, это как такой летний стресс-тест. С точки зрения ребят, мне кажется, им тоже очень понравится. Наверное, это лучше спросить у них, но я, по крайней мере, вот общаясь с ними, у нас есть телеграм-чаты, есть формы сбора обратной связи, мы видим, что им очень нравится атмосфера, им нравится, что это 200-летняя история и то, что их накачивают очень современными трендовыми знаниями. Я предлагаю другими друзьями в Иране, чтобы пойти здесь и участвовать в такими программами. То, что мне очень понравилось, у вас в университете есть музей, а у нас, например, в Иране, в городе Тегеран, в нашем университете такого нет. Я очень бы хотела, чтобы в нашем университете то же самое было. Напомним, что в проекте приняли участие студенты из более чем 30 стран мира. Одним из организаторов проекта выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Мне всегда казалось, что в создании своего изобретения самое важное и сложное – это идея. Однако ключевым шагом в создании собственного продукта является оформление патента, который закрепит работу за автором. Как правильно оформить документы и чем занимается патентно-лицензионный отдел Казанского федерального университета? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас. Казанский федеральный университет, помимо того, что славится высоким уровнем образования, также является лидером в Республике Татарстан в сфере изобретений. На базе КФУ работает патентно-лицензионный отдел, который существует с 2008 года. Его основная задача – защита прав изобретений Казанского университета. ВУЗ на протяжении многих лет ведет активную работу с патентами. Так мы оказались в числе лидеров по количеству присутствий в топ-10 приоритетов научно-технического развития, где заняли четвертое и пятое место по России. Можно сделать вывод, что Казанский федеральный университет, хотя и занимается в основном фундаментальным исследованием, но, тем не менее, у нас идет достаточно хороший прорыв, и мы лидируем даже среди технических университетов. Планомерная деятельность отдела направлена на утверждение локальных документов по работе с объектами интеллектуальной собственности КФУ. Ежегодно Казанский университет награждается дипломами за достигнутые успехи в республиканских всмотрах изобретателей и рационализаторов. Для того, чтобы довести разработку до официального подтверждения о патенте, необходимо заблаговременно провести плотную работу с автором проекта. Для начала идею вносят в статус ноу-хау, после чего следует этап воплощения проекта от мысли до реальных действий, для того, чтобы изобретение могло применяться в промышленности. Чтобы закрепить правовую защиту этого объекта, мы вводим режим в отношении этого объекта ноу-хау, потом в течение некоторого количества времени проводим исследования, испытания уже в промышленности, и после того, как мы получаем хорошие результаты, начинаем процедуру патентования. Для этого мы снимаем режим ноу-хау с этого изобретения, и процедура патентования идет. В связи с как раз последними событиями, связанными, понятно, с чем, российское патентное ведомство значительно ускорило процедуру экспертизы наших изобретений. И раньше, например, экспертиза изобретения проводилась в течение двух лет, и даже иногда более. Сейчас эта процедура проводится в течение шести месяцев. Далее автору проекта необходимо правильно заполнить документы на лицензирование своего изобретения. Для этого нужно заполнить анкету, предоставить все материалы патентно-лицензионному отделу. Если все справки заполнены верно, то они передаются в Москву, где проходит необходимую проверку, после чего предоставляется свидетельство о регистрации патента. Заполнить все необходимые документы можно как оффлайн, так и онлайн. Три основных критерия патентоспособности любого изобретения – это у нас мировая новизна, изобретательский уровень и, конечно же, промышленная применимость. И если вот хотя бы один из этих критериев опорочен, а это нужно выяснять на первом этапе работы с автором, потому что иногда бывают публикации, иногда бывают диссертации. Автореферат диссертации был противопоставлен вот одной из наших девочек, которая тоже была автором. И отказной приходит решение в результате. То есть, если нет одного из этих критерий в реале, то мы уже не можем ничего сделать, нам приходит отказ эксперта из ФИПС, Федерального института промышленной собственности. Однако зарегистрировать изобретение – это лишь малая часть работы. Сотрудникам патентно-лицензионного отдела необходимо найти разработки ученых и студентов КФУ, которые могут принести пользу ВУЗу и расширить границы сотрудничества. Изобретателей стандартов нет. Это не стандартная работа. Поэтому, во-первых, я регулярно просматриваю передачи университетского телевидения, университетский канал, где выступают студенты, преподаватели, ученые. Они, я к ним прислушиваюсь, дальше прикидываю так, «А что может быть новым?» Я просматриваю результаты всевозможных конкурсов или участников конкурсов. Так, там прикидываю, а что может быть интересным с точки зрения изобретательской деятельности. Я этих людей нахожу, беседую с ними и стараюсь предупредить их о том, что прежде чем опубликовать результат полученный, сначала отправьте заявку на регистрацию вашего результата, а потом уже пишите хоть куда угодно. На сегодняшний день Казанский федеральный университет работает со многими крупными предприятиями Республики Татарстан. Среди них Татнефть, ТНГ Групп, Нижнекамск, Нефтехим, Завод Роксинтез и Татхимфарм препараты. За последние четыре года университет совместно с компаниями создал более ста проектов, которые работают на благо региона в целом и Казанского университета в частности. Аделина Амдрахманова, Ариза Хитоглы, Универньюс. Международная команда астрономов открыла и описала крайне необычный космический объект, который обладает разными химическими составами на своих противоположных сторонах. О том, что это за небесное тело и как оно появилось, расскажем в следующем сюжете. Совсем недавно международными учеными было опубликовано заявление о необычной находке. Астрономы обнаружили странную звезду, которая в своем составе имеет сразу два активных химических элемента. На одной стороне преобладает водород, а на другой — гелий. Это явление ранее не наблюдалось и вызывает много вопросов у большей части специалистов. Объект был впервые замечен в 2019 году во время поиска белых карликов с помощью ZTF — широкоугольного астрономического обзора неба с применением новой камеры, подключенной к телескопу Сэмюли Оушена в Паламарской обсерватории. Этот метод проводит роботизированные обзоры ночного неба, ища объекты, которые вспыхивают или меняются в яркости. Сверхновые звезды, поглощаемые черными дырами, а также астероиды и кометы. Теперь его существование подтвердили независимые наблюдатели, и удалось определить его характеристики. Белый карлик находится в созвездии Орла, примерно в 130 световых годах от Земли. Его масса и радиус превышают массу и радиус Солнца. На какой-то стороне, вот мое мнение, образовалось типа пленки. Пленки водородные, потому что, я еще раз повторяю, вот как раз там и возникает вот это в спектре, что присутствует водород. Это не означает, что половина звезды из гелия, а половина из водорода. Это просто означает, что там есть какой-то вот такой вот, ну, скажем так, слой образовавшийся, может быть, действительно под действием магнитного поля, и это магнитное поле каким-то образом этот водород там удерживает. Двуликую природу белого карлика удалось выявить с помощью спектрометра, который позволяет анализировать состав атмосферы звезды. Наблюдения показали, что на одной стороне присутствует водород, а на другой только гелий. Ученые предполагают несколько теорий, объясняющих это явление. Одна из них говорит о том, что звезда проходит редкую фазу эволюции белых карликов, когда происходит переход от преобладания водорода к гелию на поверхности звезды. Другая теория связывает двуликость с магнитными полями, которые могут изменять давление и плотность атмосферных газов. Это было давно, но один ученый сказал другому ученому, что вот знаешь, мы можем сказать, как звезды светят, с какой яркостью. Мы можем даже определить, на каком расстоянии они находятся. Но никогда не узнаем, из чего они состоят, и какие химические элементы там присутствуют, и какие процессы на звездах вообще происходят. И через два или три года Ньютон открыл спектральный анализ. И спектральный анализ все тут же мгновенно это решил. На основе вот этого спектрального анализа это не только космос. Спектральный анализ это везде, даже в криминалистике. Этот уникальный объект получил имя Янус в честь древнеримского бога с двумя лицами, обращенными одновременно в прошлое и в будущее. Следующим шагом будет поиск других двуликих белых карликов. Эта задача станет проще, когда начнет работу обсерватория Веры Рубин в Чили, оснащенная почти девятиметровым телескопом для сканирования всего неба каждые несколько ночей. Открытие такого уникального небесного тела представляет большой интерес для астрономов и может помочь расширить наши знания о процессах, происходящих в космосе. Дальнейшие исследования позволят более точно определить причины двуликости и выяснить, насколько распространено подобное явление во Вселенной. Елизавета Газизянова, Андрей Богудинов, Универньюс. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова